В подмосковном Одинцове следователи проверяют информацию о том, что врачи частной скорой помощи проигнорировали лежащего без сознания человека. И он, и медики находились в местном кафе, где были и другие посетители, один из которых снял происшествие на видео. Детали истории у Николая Соколова. Упал мужик без сознания. Что делает скорая? Сеть ресторанов быстрого питания эту историю комментируют неохотно. Как стало известно, на видео не бездомные, а в состоянии алкогольной интоксикации житель города Одинцова. Врачи частной скорой помощи, которые находились рядом, вместо оказания неотложных мероприятий, продолжают есть куриные ножки, запивая газировкой. Мужик просто лежит полумертвый. Видео внимательно изучают в Минздраве и в медицинских сообществах. Мнения врачей разделились. Я думаю, что медики все-таки подходили к этому товарищу, выяснили в чем дело, убедили, что он просто пьян. А просто пьяный человек у нас больным как-то не считается. Как уверяют очевидцы, приехавшая после звонков посетителей ресторана государственная скорая помощь провела обследование. Мужчину сразу госпитализировали. При этом врачи-частники уехали еще до приезда коллег. Наказание за то, что врач не оказал первую медицинскую помощь или вообще не оказал медицинскую помощь. А также уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено несколько статей. Вопрос не оказания помощи врачом, который находится не на посту, доказать сложно. При этом каждый доктор обязательно дает ту самую клятву Гиппократа. Помогать в любой ситуации тому, кому помощь нужна. Известный недавний случай, когда известный перец Розумбал помог пациенту в самолете. Понятно, что он, скажем, врач в прошлом, но тем не менее он оказал помощь. Житель Одинцова, как выяснилось, не алкоголик, а человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Правда, пользователь интернета шокировала реакция снимавшего видео. Вместо попыток самому помочь, он не убирал объектив с ничего не делающих врачей. То есть сидящие люди, снимающие на видео, никого не смутили? В этом видео все хороши. Петя, я тоже прифигела. Может, сидящие думали, что алкаш какой-то валяется? У нас ведь не подойдут, не спросят, нужна помощь или нет. А это уже наш эксперимент в центре Москвы. Снимаем камеры издалека. На улице холодно. Ложусь на дорогу, как будто стало плохо. Из полусотни прохожих остановились лишь несколько человек. Остальные, возможно, просто спешили на работу. Можно пару вопросов задать? Скажите, пожалуйста, вот в Москву все люди в ресторане проходили мимо. Чуть не умер, врачи тоже прошли мимо. Как вы думаете, у нас много людей безразличных? Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, я не знаю. Почему решили остановить? Тоже не знаю. Ну, что-то внутри вас сработало, наверное? Ну, это свой вопрос. Как оказалось, по-прежнему большинство жителей встречает нас по одежке, а только потом стараются подойти и помочь. Грязная старая шапка, не менее грязные брюки. И все подумали, что я человек в состоянии алкогольного опьянения. Почти как тот самый герой из Одинцова. Тем временем, именно на этой неделе в центре Москвы в Пресненском районе погибла женщина. Пожилую москвичку нашли на скамейке на Большой Никитской улице. Она была без сознания. Медики констатировали смерть от сильного переохлаждения. Николай Соколов, Вести.